Всем привет! Меня зовут Аруна, с вами Крыша Киезет. В рубрике обзоров новых ЖК Казахстана мы стараемся помочь вам сделать правильный выбор при покупке первичной недвижимости. В прошлый раз в рубрике были семейные ЖК Алматы. Сегодня мы вам покажем бюджетные однушки в жилых комплексах Нур-Султана. И у нас было несколько критериев. Первое, относительно бюджетный ценник. Второе, местоположение ЖК в черте города. И третье, самое главное, это безопасность ваших денег. То есть наличие разрешения на привлечение денег дольщиков или гарантия от единого оператора жилищного строительства. В Алматинском районе на проспекте Кошкарбаева находится жилой комплекс комфорт-класса Аулет от НАК. Тут два дома от 10 до 13 этажей. У застройщика есть разрешение на привлечение денег дольщиков на все 8 блоков. Дома сдадут в конце этого года. Можно приобрести однушку площадью от 40 до 45 квадратных метров. Цена начинается от 350 тысяч за квадрат при 100% оплате. При покупке в рассрочку или в ипотеку цена будет выше. Рядом с комплексом находится гипермаркет Magnum Cash & Carry в пределах одного километра. На таком же расстоянии от ЖК расположены медцентры Сиит Мед, Ермен Клиник и Диана Клиник. До ближайшего торгового дома Аспан Базар менее одного километра. До ближайшей автобусной остановки менее одного километра. Двор в ЖК открытый. Установят видеонаблюдение в паркинге, во дворе и на первом этаже каждого подъезда. Тогда же появится детская площадка, спортивная зона, баскетбольно-футбольное поле и озеленение. Подземный паркинг рассчитан на 210 машиномест стоимостью 2 миллиона 200 тысяч тенге. Для гостей предусмотрена наземная парковка приблизительно на 100 машиномест. Есть 118 кладовок стоимостью 180 тысяч за квадрат и они тоже находятся в паркинге. Технология строительства монолитно-каркасная. Наружные стены выполнены из газоблоков с утеплением из минеральной ваты. Давайте посмотрим, что тут в подъезде. В комплексе 8 блоков. В двух из них по одному грузопассажирскому лифту, а в остальных по два. На каждом этаже 4 квартиры. Сейчас покажем вам однокомнатную квартиру площадью 41,6 квадратный метр. Здесь у нас гостиная и по совместительству спальня площадью 18 квадратных метров. Окна металлопластиковые. Сейчас еще я вам покажу кухню. Она изолированная и это очень классно. Площадь 10 квадратных метров. Также есть лоджия площадью 4 квадратных метров. Отделка в квартирах улучшенная черновая. Она еще в процессе и туда входят выровненные стены под штукатурку или покраску, стяжка полов, разведенная электрика и металлопластиковые окна. Высота потолков 2,7 метра. Сегодня, помимо обзора бюджетных ЖК столицы, я расскажу вам, как узнать рыночную стоимость квартиры. Крыша КИЗ запустила бесплатный онлайн-сервис по оценке недвижимости. Сервис с помощью искусственного интеллекта моментально сопоставляет объекты-аналоги из базы 1 миллиона объявлений по десяткам параметров, вносит поправки и дает оценку. Сейчас покажу, как это работает. В приложении нажимаем на оценку недвижимости, заполняем основные параметры – город, ЖК, если нужно, комнатность, площадь, улица, номер дома и год постройки. Проверяем расположение объекта на карте. Там отметка выставляется автоматически. Кликаем на «Оценить квартиру» и получаем цену. А для того, чтобы получить наиболее точную оценку, вам надо указать дополнительные параметры. В приложении, ссылку я оставлю в описании, вы можете узнать рыночную стоимость квартиры в 13 городах Казахстана. Если вы не нашли свой город, следите за обновлениями. Возможно, он скоро появится. Рядом с проспектом Тлиндиева расположен ЖК «Эконом Плюс» класса «Акан Серы» от «Мейбек Стрет ЛТД». Здесь построят два дома из четырех секций по семь этажей. У застройщика есть разрешение на привлечение денег дольщиков на оба дома, которые сдадут уже в следующем году. Сейчас можно купить однушку от 260 тысяч за квадратный метр при условии стопроцентной оплаты. В рассрочку или в ипотеку цена будет выше. В пределах одного километра расположен ТЦ «Рахмет», а до ближайшего гипермаркета «Магнум Кэшн Кэрри» – три километра. Городская поликлиника номер пять находится в 500 метрах от комплекса, а медцентр «Интернешнл Клиник Ов Эйжа» – в двух километрах. Ближайшая автобусная остановка находится на расстоянии 250 метров. Наружные стены в комплексе выполнены из кирпича. Окна металлические с тройным остеклением, есть еще лоджия с одинарным остеклением. Двор комплекса будет закрыт. Будущее благоустройство ЖК включает в себя озеленение, лавочки, детскую и футбольную площадку, а также спортивно-оздоровительную зону. Подземный паркинг рассчитан на 23 машиноместа стоимостью в пределах 2 миллионов тенге. Здесь же есть 58 кладовок от 5 до 14 квадратных метров по цене от 500 тысяч тенге. Надземная парковка для гостей рассчитана на 18 машиномест. Всего в комплексе 165 квартир, а на одном этаже от 5 до 6. К сожалению, видеонаблюдение в ЖК не предусмотрено. Сейчас мы находимся в однокомнатной квартире-студии. Здесь 45 квадратных метров, у нас гостиная 16 квадратных метров, кухня-ниша 14 квадратных метров, небольшая лоджия и совмещенный санузел. Отделка в квартирах улучшенная черновая, куда входят выровненные белым гипсом стены, застекленная лоджия, цементно-песчаная стяжка полов, высота потолков в квартирах 2,9 метра. Помните, что заключая сделки в рамках договоров предварительного бронирования, инвестирования или резервирования, вы рискуете, так как они являются недействительными. Покупая первичное жилье, вы должны подписать договор о долевом участии. Вдоль набережной реки Есиль, рядом с улицы Кошегулула, строится жилой комплекс комфорт-класса Есиль Таур от Ферум. Тут один дом из 24 этажей и всего одна очередь. У застройщика есть разрешение на привлечение денег-дольщиков на весь ЖК. Дом сдадут уже в 2022 году. Приобрести можно однушки в нескольких вариантах. Квадратуры площадью от 49 до 52 квадратных метров. Цена за квадратный метр начинается от 350 тысяч. Рядом с комплексом находятся ТЦ «Шелковый путь» и ТЦ «Солтестек». До них 600 метров. Ближайший гипермаркет «Магнум Кошенкерри» в 4 километрах. До медцентра «Дивера» и городской поликлиники номер 10 менее 1 километра. Ближайшая автобусная остановка находится в пределах 1 километра. Сейчас идет строительство, но в будущем начнется благоустройство комплекса. Мы находимся над паркингом. Это место отведено под коммерческие помещения, а на уровне третьего этажа появится огражденный двор. Во дворе будет беседка, мини-футбольное поле, детская и спортивная площадка, а также озеленение. Видео наблюдения установят в холле, в паркинге, на детской площадке и во входной группе. Есть наземный крытый паркинг на 25 машиномест стоимостью 2 миллиона тенге при условии стопроцентной оплаты. Цена в рассрочку будет выше. Также на территории паркинга есть 37 кладовок стоимостью 160 тысяч за квадрат. Открытая парковка, которая находится около ЖК, рассчитана на 53 машиномест. Технология строительства монолитно-каркасная. Наружные стены выполнены из газоблоков и утеплены минеральной ватой. Вентилируемый фасад и металлопластиковые окна. Межкомнатные стены в доме сформированы из вспененного полистирола для лучшей звукоизоляции. Смотрим подъезд. У жильцов на площадке есть 4 лифта, 2 пассажирских и 2 грузовых. На этажах от 6 до 8 квартир. Всего их в комплексе 162. Так как в однокомнатных квартирах еще не начались отделочные работы, мы вам покажем для наглядности отделку в трешке. Квартиры сдаются в улучшенной черновой отделке, куда входят вытянутые гипсовой штукатуркой стены, полусухая стяжка полов и металлопластиковые окна. В каждой квартире, включая однушки, есть балкон. Рассмотрим однокомнатную квартиру площадью 49,5 квадратных метров. Здесь совмещенный санузел площадью 5 квадратных метров. Отдельная кухня 16 квадратных метров, гостиная 21 квадратных метров и небольшой балкон. Ну что же, пришло время прощаться. В следующем обзоре мы подготовим для вас список бюджетных ЖК уже другого города. А какого именно вы хотите, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok